Друзья, всех вас рад видеть вновь на своем канале. Сегодня вы посмотрите, какой я откопал вам экземпляр для обзора. Это Shooting Brake, Arteon в кузове Universal. Только-только эти автомобили становятся проходными. Сегодня очень интересная версия на полном приводе, еще и в Airline. Много фишечек по комплектации. И мы сегодня посмотрим на экстерьер, интерьер, да еще и покатаемся. Поэтому смотрите ролик до конца, будет интересно. Погнали его обозревать! Ну что ж, начнем наш с вами обзор автомобиля. Нестандартно начинаем. Начинаем с задней части автомобиля. Потому что весь упор на кузов Universal, на что-то новенькое. И вы посмотрите, как же бомбезно и современно выглядит Shooting Brake Arteon. Машина очень интересная по цвету. Темных тонов литые диски, такие вот закрученные пропеллеры 20-го диаметра. Сам кузов серебристый металлик. Гармонично, конечно, на фоне больших темных тонов колес смотрится. Машина, наверное, больше сейчас приобретет каких-то поклонников, покупателей в таком кузове. Так, ребята, извиняюсь. Настройки у нас, когда машина заведена, крышку вы не откроете изнутри. Поэтому откроем вот таким вот образом. У нас электрическая крышка на электроупорах. По объему багажника здесь огромное количество литров. Может быть, в кузове Universal в том же Passat B8 немного будет больше по литражу. Но здесь он глубокий. Вот такие вот глубокие ниши с двух сторон. Здесь под нишей прячется у нас дорожный набор и сабвуфер. У нас здесь премиальная система Harman. Складная двухэтапная шторка. Очень зачетно выглядят вот эти новые шрифты, которые использует Volkswagen с конца 2020 года. Arteon, да, вот этот значок. Вы посмотрите, как гармонично выглядят новые образца вот эти фонари задние. То есть диодные. Очень классно они выглядят. И потом я вам продемонстрирую. Включу аварийную сигнализацию. Видим динамические указатели поворотников. Есть Chrome по низу, то есть бампера. У нас R-Line. Такая вот черная глянцевая вставка по низу бампера идет. Далее. Шильдер говорит о том, что здесь полный привод. Машина конца 2020 года выпуска. Так как, если не ошибаюсь, они с августа 2020 только появились. Их начали выпускать, производить. Поэтому вот только три года они начинают заводиться в Россию. Здесь двухлитровый дизельный мотор. 40 литра. 400 крутящего. 200 лошадей ровно. Чуть-чуть другой мотор, чем был раньше. Допустим, 190 сильная версия. Естественно, здесь стоит робот DSG. DQ381. И знаете, вот эта вот новая мордашка. Особенно вот это продолжение ДКОшек. Вот сюда. В радиаторной решетке. Как бы что-то такое. Что-то придает нового. Какую-то изюминку этому автомобилю. Ну, чуть-чуть еще смахивает на каких-то китайцев. Потому что, да, видели, современно китайцев. У них вот радиаторные решетки. Это частое явление. То есть подсветки дыхового или что-то такого. Каких-то таких тем по экстерьеру. Итак, здесь тоже буковка R. А у нас адаптивный круиз и радар Дистроника. Камеры в автомобиле 360. Здесь такие вот диффузоры. Не знаю, для продувки, для охлаждения, возможно, тормозов. Потому что здесь реально не просто заглушка, а уходит туда к колесам, здесь вот в духоводы. А мощные матричные фары здесь, которые могут врезать объект, заворачивать за повороты. Дальше машина, кроме крутейших таких вот пропеллеров, литых дисков 20-го диаметра, оборудована с такой вот опцией, как большая панорама. Это сдвижный люк, это панорама. Кстати, шутинг-брейк. Да не просто шутинг-брейк. Любой R.T.O.N. Он безрамочный. То есть рамок в дверях нет. Вот так это всё выглядит ряд. Реально очень круто. Датчики слепых звон. Премиальная музыка теперь. Дин-аудио нету. Харман, на мой взгляд, играет ещё лучше. И премиальная. Так, боковые камеры у нас находятся в зеркалах. Зеркала складные. Везде буковки R. R это пакет, это R-Line. Не путать с версией R, которая там заряженная. Там 280, по-моему, лошадиных сил. Сейчас ещё, ребят, побольше кадров. С внешки, сбоку, чтобы вы оценили, как же R.T.O.N. в кузове Universal теперь выглядит. Так, под капот мы не полезем. Как сказал, там уже двухлитровый дизельный мотор на 200 лошадей. Чуть-чуть они прибавили на 10 лошадей в двухлитровом версии, однотурбинной. У нас машина оборудована хорошей опцией свободные руки, безключевой доступ. Проще говоря, датчики есть на каждой ручке. И давайте сейчас я вам покажу немного автомобиль по интерьеру. Ну и потом обязательно поедем на нём покатаемся. Итак, новые фоновые подсветки, эстетическая подсветка. Может меняться на другие цвета. Очень большое количество там цветов. Ну, интереснее, чем вот такие полоски, которые раньше шли, да, то есть в картах дверей. Так, везде шильды, говорящие, что здесь премиальная музыка. Четыре электрических стеклоподъёмника. Электрозеркала с подогревом. Дальше у нас самые, наверное, жирные сидения. Видите, здесь такие ковшеобразные. Сверху они также имеют выпрессовку R. Материал из кожи похожий на карбон. Такой вот. Дальше здесь такая приятная кожа. Используется, есть подколенный подпор. Есть память на двух водителей. Полностью электрические настройки сидения. И есть режим массажа. И так, изменился у нас, помимо шрифтов, бамперов и фонарей, значит, теперь такой вот вида красивый руль. Сенсорные кнопки. Они теперь вот так вот подсвечиваются с вибрацией. То есть, с отзывом, да, когда вы нажимаете. Есть подогрев руля. Он трёхуровневый. У нас максимальная приборка кокпит. Максимальная мультимедиа. И теперь, ребят, климат. Он трёхзонный, но образца. Ну, сейчас я вам присяду в автомобиль, всё покажу, расскажу. Итак, накладки, как в RTO, да, или как в R-Line. Такие вот накладки железные на педалях. Наверное, вы уже подумали, сколько можно рассказать про комплектацию, сколько же цена у данного экземпляра. Итак, ребят, 2020 год, конец 2020 года. Пробег 58 тысяч километров. Цена 4 миллиона 280 тысяч рублей. Чуть больше 4 миллионов рублей. Пробег оригинальный. Так, одну секунду. Давайте задний ряд сидений. Также всё подсвечивается в картах дверей. Такие теперь интересные решения. Ну, лучше, чем полосочки, как я уже указал. Так, вот такой вот диван сзади. У нас тоже полностью кожаный. Управление трёхзонным климатом. И трёхуровневый, значит, подогрев задних диванов. Дивана, наверное, да, ну, с обоих сторон. 220-230 вольт розетка и 12-вольтовая розетка. Всё здесь присутствует. Ну и, ребят, классный потолок тёмных тонов. Вот такая вот панорама. Кстати, если не ошибаюсь, кресло переднего пассажира у нас также с электрорегулировками. Да, всё верно. То есть, передний пассажир также имеет все электрорегулировки. Посмотрите, насколько выраженная боковая поддержка у вот этих вот ковшеобразных сидений. Ну, выглядят они очень-очень симпатично. Здесь также идёт всё, плановая подсветка, которая также меняется с дверными картами. Так, ребят, сейчас сажусь за руль и показываю вам какой-то функционал отсюда. Итак, у нас есть приятная опция, такая как проекция на лобовое стекло. Да, она не такая крутая, как у BMW, которая прямо отображается прямо на стекло. А здесь такая вот плашка, которую можно убрать при желании. Она вот так вот, хоп, и убирается, кому она не нужна. Так, мультимедиа у нас максимальная. Вот она, это меню, климатические установки. Дальше. Теперь кнопки сенсорные. Не знаю, выглядит, конечно, зачётно всё вот это вот, как бы. Но пользоваться надо привыкнуть. После примитивных трёх барашков, которые вы можете, да, управлять мультимедией, климатом, когда вы едете там за рулём по трассе на обгонах, здесь нужно будет с непривычки смотреть на самую климатическую установку, потому что к ней, опять же, как и говорил, нужно привыкнуть к всем вот этим сенсорным кнопкам. Вот он, можно вот так вот, в принципе, да, регулировать, или вот так вот. То есть, если бы, может быть, как-то они тактильно, с вибрацией был отклик, может, было бы более-менее понятно. Ну, и здесь вот так же дублируется. Можно прямо здесь, на мультимедиа, убирать направление, значит, воздуха, либо вот здесь, как бы всё. Достаточно понятно, но нужно привыкать к этому. Потому что скоро все пассаты, там, олтреки, которые будут выпущены в 2020 году после середины, они также будут с такими вот управлением климатической установкой. Так, ребят, что ещё я вам не показал сейчас? Ну, кстати, вот вентилятором, наверное, даже удобнее, чем крутилкой пользоваться. Здесь камеры 360, качество хорошее. То есть, можно посмотреть, что перед передним бампером, что сзади у нас, ну и по бокам, к примеру, да. Есть автопарковщик. Ну, и ещё какие-то, может быть, ребят, опции, которые я не назвал. К примеру, там, всегда забываю сказать, что есть беспроводная зарядка мобильного телефона, вот такая вот безрамочная зеркала заднего вида, какие-то ещё вещи. Но это всё второстепенно. Итак, давайте, наверное, всё, сейчас я буду выезжать и проверимся. Немного сегодня подрастаяло, поэтому можно будет как-то по асфальту немного более динамично ускориться. Итак, друзья, сейчас уже на полпути к выезду из города, чтобы как-то показать приблизительно там динамику у этого автомобиля, рассказать про свои ощущения от езды, от тормозов. По городу двигаться вообще комфортно. Шумоизоляция, могу вам сразу сказать, что здесь хорошая. Может быть, не лучше, чем в Passat, но так как безрамочные у нас двери, окна, здесь как бы каких-то задуваний, свистов, ну, от слова совсем нет. Понятно, что я уже ни на первом артео не езжу, и на рюкбэках, и уже даже однажды делал обзор на похожий автомобиль, то есть даже на высокой скорости никаких проблем там с завыванием, с засвистыванием ветра в резинке, окон я не слышал. Тормоза хорошие у автомобиля. Здесь связка DQ381 коробки замечательная, с этим двухлитровым дизельным мотором, 200 лошадей по крутящему. Все то же самое осталось, 400 крутящего хватает ему за глаза. Здесь, по-моему, 7,5, у него разгон до 100 км в час. Могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, я прав. То есть это очень хорошие показатели. Расход приблизительно в районе 7-8 по городу, ну и 6 трассы, это при умеренной езде. Конечно, будете наваливать, будете десятка. И там, и там. Дальше. Музыка. Ну, смысла нет вам включать, потому что через микрофон не получится передать, как, ну, хорошие какие глубокие басы, плотные, музыки там, высокие. Здесь, помимо музыки, еще могу вам сказать, что хорошие отделочные материалы. Везде вот такие вот строчки идут. Кстати, проекцию хорошо видно глазами. То есть, можно даже не смотреть на наш с вами кокпит, приборную виртуальную доску. По рулежке он очень хорошо управляется. Полный привод в таких автомобилях служит для того, если кто-то не знает, не для того, чтобы ездить по каким-то внедорожным дорогам, по полям на раззимнюю рыбалку, а для того, чтобы он уверенно страгивался по какой-то зимней каше, там, по снегу глубокому, проезжал где-то во дворах, ну, и уверенно вы делали обгон там в какую-нибудь непогоду по трассе, да, то есть это сделано для уверенного разгона, для потенциала мотора, потому что здесь 400 крутящего, это хорошие показатели, чтобы морда, так скажем, не шлифовала, не прыгала, а уверенно, то есть, уверенный у нас был с вами разгон. Итак, потихонечку выбираемся, едем. А в режиме мы сейчас посмотрим, в каком мы едем. Едем мы в спорте. Так, ну, пока давайте в комфорте проедемся. То есть, забираемся вот в Виадук, то есть, нажав чуть-чуть даже на педаль газа, машина стремительно начинает ускоряться, собрано себя ощущает на высокой скорости. Сейчас, ребята, будет самое интересное. Сейчас только покинем мы город, и можем как-то более динамично разогнаться. Посмотрите на его разгон. Сейчас я пытаюсь разобраться в новых кнопках управления. Вот, прикольно сделали они тактильно. Есть отзыв от кнопок вибрация, поэтому будет понятно. Так. Здесь в бортовом компьютере большое количество каких-то показателей. Ну, выберем вот скорость, чтобы вам... Вот здесь даже у двух колодцев все это дублировалось. Классная опция. Сейчас включен у меня подогрев руля. Не на самую, конечно, горячую фазу, но ехать комфортно. Сейчас у нас подрастаяла. Машина на абсолютно новой зимней резине или на липучке, поэтому как-то можно и динамично ускориться. Вообще без проблем. Какого-то, знаете, повышенного шума из-под колесных арок от моторного отсека в нем нет. Управляется замечательно. Автомобиль. То есть динамики с лихвой хватает. Так, здесь сильный поворот. Тормозов тоже достаточно. Так, ребята, здесь немного плохая дорога, поэтому где-нибудь, может быть, в другом месте чуть попозже включить, потому что там будут такие большие колдобины, а машина у нас достаточно низкая и на низком профиле, поэтому надо по плохой дороге быть на нем аккуратным. Итак, ребята, включаюсь, включаюсь, выбираем спорт. Сейчас мы с вами сможем немного подостановиться. Сзади никого нет. Я вам покажу разгон до 100. И вот у нас старт-стоп отключим тоже сразу. Так, вот, остановились. Ноль, газ пол. Даже чуть-чуть пробуксовали передние колеса на доли секунды, но вот все равно уверенный разгон у автомобиля. Вот сотка. Ну, я думаю, что да, 7 с небольшим секунд. Уверенный такой, знаете, как на взлете самолет идет. Здесь также вдавливают в сидение, и все, машина пошла. Ну, наверное, дальше продолжать не будем. Так, ну, тормоза шикарные. То есть я вот нажимаю, он хорошо останавливается. Пусть и не усиленные какие-то, да? То есть... То есть если сколько-то хватает. И достаточно здесь... Ну, я себя чувствую уверенным, потому что здесь хорошая рулежка, здесь полный привод все же. То есть где-то не начнет шлифовать сад, и начнет его, да, вмотать. И куда-то занесет автомобиль на высокой скорости. Итак, ребят, еще раз можем взять разгон. Если вдруг кто-то пропустил, промотал. Так. Ноль. Очень динамичный разгон получается. Машина собранная как по рулежке, так и по подвеске. То есть уверенно можете на ней как-то идти на обгоны. То есть если хорошая дорога, если есть автобан, то можно как-то на нем ехать с высокой скоростью. Здесь периодически разбросан снег, поэтому как-то максимально, ребята, не хочу показывать какие-то цифры, потому что было бы лето, проблем не было бы особо совсем. Если у кого какие-то будут вопросы по поводу автомобиля, мой номер везде есть в описании к ролику. Стоимость, еще раз, 4 миллиона 280 тысяч рублей. Это конец 2020 года, двухлитровая версия, 200 лошадей, полный привод. И пробег 58 тысяч километров. Поэтому звоните, пишите. Также жду реакции под видео, лайки, комментарии. Как вам автомобиль, как вам новый кузов у Артеона, кузов универсал, стоит ли он своих денег. Понятно, что хейтеров будет хватать, но я думаю и адекватных пользователей, и будущих владельцев похожих автомобилей тоже. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok